Джеймс Берри был такой врач, военный хирург, один из самых-самых прогрессивных. В 1865 году он умер, и перед тем, как его похоронить, вот этого Джеймса Берри, его тело готовили к погребению, и оказалось, что он женщина. Маргарет Н. Балкли обманула Эдинбургский университет, Королевский колледж хирургов, британскую армию, для того, чтобы стать первой женщиной-хирургом Великобритании. Никто не мог догадаться, что этот человек вел двойную жизнь. Вообще, представьте себе человека, который ведет двойную жизнь. Что происходит с его умом? Мне кажется, сегодня все больше и больше набирает силы, это как тренд уже такой, делать фильмы на тему параллельной жизни. Типа, человек просынается в одних условиях, проживает там полдня, потом он становится другим человеком, или, например, много личностей в одной голове. Все это очень интересно. Кстати, вот эта женщина, Энн, которая была хирургом, она как раз-таки спасала жизнь, и никто ее не осудит за то, что у нее двойная жизнь. Ну пусть будет, кто-то скажет. Ну пусть будет, хотела добиться чего-то, достичь. Ну надо было в тех условиях. Послушайте еще. Был такой капитан полиции Андре Стендер. Он специализировался на грабежах и убийствах. Он был, у него была целая команда, и они работали над тем, чтобы раскрывать именно грабежи и убийства. Заодно он и сам грабил банки. Иногда даже в перерыве на обед. Затем он возвращался на место происшествия и с другими полицейскими шел, исследовал все, записывал. Представляете себе? Он был просто мастером маскировки. Но после трех лет успешного вот такого вот двойной жизни его поймали и его приговорили к 17 годам заключения. Можете себе представить только. Три года. Представьте себе, что вы три года грабите банки, а потом приходите на место, где вы только что были 15 минут назад, и вы со всеми разбираете это дело. Многие люди признаются со временем, что самое сложное, что есть в жизни, это говорить одно, думать другое и делать вообще что-то третье. Иногда кажется, что это как-то выгодно может быть, потому что ты предстаешь в выгодном свете для себя, можешь иметь какие-то бенефит, да, но потом в конце концов ты умираешь внутренне. Ты уже не знаешь, как ты зашел сюда, как оно все взаимосвязано, где ты соврал. Одна ложь уже не успевает подпирать другую, и ты чувствуешь, как ты медленно уходишь на дно. Есть люди, которые говорят о том, что когда-то в своей жизни они допустили мысль о том, что, может быть, и Бог не живет одними стандартами. Это странно, но мы с вами понимаем, что мы, как верующие люди, мы не можем сказать вообще такие вещи, но как это у Бога может быть двойная жизнь? У человека — да. Кто-то может пару семей параллельно воспитывать детей и жить с разными женщинами. То есть это тоже такое все основное. Но как Бог? Есть люди, которые говорят, слушайте, мы когда читаем Библию, у нас создается впечатление, что есть как бы два Бога. Один хороший, другой плохой. И их как-то нельзя между собой помирить. Если ты читаешь Ветхий Завет, и ты смотришь на все эти убийства, войны, жестокие какие-то моменты, какие-то принципиально непонятные для нас моменты в характере Бога, когда Он, например, лишает человека обитания в Эдемском саду из-за того, что они скушали какой-то плод. Или, наверное, что-то происходит такое в жизни и священнослужителей, и других людей, какая-то трагедия. Бог им что-то запрещает или забирает от них, очень ценное. Тогда, когда, казалось бы, проступок вообще мелочный. Ты думаешь, Боже, как это может быть? Ты смотришь на этого Бога с одной стороны, и ты говоришь, я не хочу верить в такого Бога. И ты потом смотришь Новый Завет, где Иисус приходит, и Он говорит, кто видел Меня, видел кого? Видел Отца. Говорит, я ничего сам от себя не делаю. Все, что я делаю, то Отец мой делает, я смотрю на Него и делаю то же самое. И когда ты смотришь на характер Иисуса, ты говоришь, что вообще происходит? У вас у кого-то было такое ощущение, как будто вы имеете дело с Богом, который то добрый, то злой. Можете поднять руку, но так вот честно. Было такое? Спасибо огромное за вашу честность. Это очень важно было для меня. Однажды открыть для себя, что какие-то вещи мне надо было проговорить, пообщаться, поисследовать. Это нехорошо, когда человек ходит в церковь, он постоянно закрывает на что-то глаза, делает вид, как будто бы понимает, но внутри у него нет чувства мира и общения с Богом. Он как бы до конца не может расслабиться в руках Бога, он как бы не может Ему довериться, потому что он ждет откуда-то удара. И хотел бы еще такой дисклеймер, наверное, что я не хочу, чтобы после этой проповеди у вас было такое чувство, как будто вы не можете доверять Богу или все совершенно не так. И я переживаю за то, чтобы вы не сделали неправильные выводы, и вам мне показалось, что не надо быть слишком открытым с Богом. Я помню тот момент, это было где-то две недели назад, утром я молюсь, готовлюсь, и прибегает мой сын, Саша, прибегает на кухню. Он что-то там делал, и я ему говорю, тише, тише, потому что спят. А он очень любит, кстати, он не играет с обычными игрушками, как, например, машинки и все остальное. Он берет кастрюли и вот начинает исследовать, если ты ударишь под таким углом, какой звук будет, если ты сделаешь вот это, если тереть о пол, а если вот бить вот так вот, знаете, и мне надо постоянно его останавливать. Вот он все исследует. Ему очень интересно носить те вещи, которые носят взрослые люди, хотя он очень спешит с этим всем. И вот очередной раз, когда он бьет этой кастрюлей, я решаю, что мне нужно подойти, дать ему что-то мягкое и забрать хотя бы из его рук то, чем он сейчас там шумит. И первый раз, друзья, в жизни я это увидел, когда сын посмотрел на меня и убежал. Но убежал не так, что, знаете, как будто бы я бегу к нему и он, шутя, убегает от меня, а с каким-то чувством, отношением, какого раньше между нами не было. Я не проявлял агрессии к нему, я не был угрюм, какой-то жестокий или что-то такое, но что-то произошло в его сознании, и он понимал, что дело это он делает неправильно, и вот когда я поднимался, он бросил это и убежал. И мне, честно говоря, почти вот, почти до слез. Я говорю ему, иди сюда, все хорошо. Я смотрю, он уже все хорошо, улыбается. Но потом он сел опять, взялся за свое, и пока я только наклонился, он опять бросил и убежал. И я думаю, Господи, дай мне мудрости на всех этапах жизни все сделать правильно, максимально правильно для того, чтобы воспитывать детей. Это раз. Другое, неужели я так поступаю в отношении с тобой? Неужели вот так выглядит жизнь христианина, который вот типа он, я в доме своего отца, вот я прославляю Бога, вот это, а внутри ты как бы все чувствуешь, что да не все так просто с Богом этим. Вот сейчас как даст, как начнет разбираться, как придет этот суд. И вот я вижу, когда приходят такие темы, пасторы вообще, они очень долго размышляют, стартовать ли какой-то цикл проповедей на тему там следственный суд, еще что-то такое, как после смерти, люди, они такие, только не говори об этом. Итак, давайте мы откроем с вами книга «Левит». Это будет наш основной текст. Будем читать, вы можете взять и современный перевод, или открыть что-то более-более классическое, как, например, синодальный перевод. Я сегодня буду читать из синодального перевода. Книга «Левит», 10 глава, первых 10 стихов. Мы будем исследовать историю двух молодых людей. Вот именно почему для меня это очень важно, что они были молодые, потому что мы сможем их понять. И мы увидим, вообще, как строить отношения с Богом и в чем иногда бывает подвох, на что мы иногда не рассчитываем в наших отношениях с Богом. Итак, глава 10 левит из первого стиха. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли перед Господа огонь чуждый, которого он не велел им. и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал и позвал Моисей Месаила и Элцефана, сынов Узила, дяди Ааронова, и сказал им, «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища застан». И пошли. И вынесли их в хитонах их застан, как сказал Моисей. Аарону же и Элиазару, и Тамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте и одежды ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев могут плакать о сожженных, которых сожжег Господь. И из дверей скини и собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь, Аарону говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобой, когда входите в скинию собраний, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священные от несвященного и нечистые от чистого». Согласитесь, очень сложная история, особенно человеку 21 века. Обычно мы ждем действий Иисуса, каких-то классных историй, где Иисус вытягивает грешника, где Он говорит, что есть надежда, где Он говорит, что ничего страшного, не переживай, иди сюда, обниму тебя. Но когда ты читаешь эту историю, иногда кажется, что кровь стынет в жилах. Итак, давайте исследовать постепенно, постепенно, не спеша. Давайте вспомним еще раз два имени вот этих. самых важных в истории. Как их звали? Надав и Авиуд. Кстати, еврейское произношение Авигу чуть больше объясняет смысл этого. Оно буквально означает Он как бы тот самый, то есть Господь, Отец мой, Он мне Отец. Интересно, что через именно эту историю Господь хотел бы достучаться к нам как к детям своим, чтобы мы не понимали, Он не с соседями так поступает, не с какими-то людьми где-то там по скайпу в далекую Америку, Он со своими решал проблему. Даже само имя оно свидетельствует о том, что между ними должны были быть какие отношения? Очень, очень близкие. надав это слово, которое буквально тоже переводится как как-то сказать дотошный, достеменный, thorough. Это тот, кто делает усердно, тот, кто делает посвященно, тот, кто делает с отдачей. Горит. Давайте еще какие-то синонимы. Помогите, пожалуйста. Да, но просто да, очень близко целеустремленный, спасибо. Педантичный, отлично. Passionate, как это сказать? Да, страстно привязанный к чему-то. Хорошо, хорошо. То есть вот этих два молодых человека должны были войти в присутствие Божье и давайте мы вообще просмотрим как все начиналось. Они берут свою кадильницу и положили в нее огня. Также и курений вот этих, то есть специальной траву, которая сгорая, она благоухала. И она должна была свидетельствовать о том, что началось богослужение, что настало именно время для молитв, когда воскурялись вот эти травы специальные, люди начинали молиться и не чувствовали, что Бог слышит и отвечает. Вот самый такой, вроде казалось, приятный момент. Кстати, если мы откатаем вот эту историю к началу их служения, то оказывается, что это восьмой день их служения. Они, друзья, они только начали служить в Скинии. То есть сама Скиния, собрание, вот этот шатер, где Бог разместил свое присутствие физическое, он начал действовать только неделю как. Она была специально посвящена, вот это место все было помазано елеем, окроплено кровью, принесены были жертвы специальные. Целую неделю Бог принимал жертвы и общался с людьми. И даже в предыдущей главе написано, что когда Аарон и его сыновья последнюю жертву приносили, то они даже не зажгли огонь, потому что от Божьего лица огонь сошел и сам возжег вот эту жертву. И знаете, о чем это говорит? Это как бы отсылка к Каину и Авелю, что Каина жертву Бог не принял, а Авеля принял, и как мы, почем знаем, что он принял или не принял жертву? Может быть, не все знают об этом, но раньше, когда патриархи приносили жертву в большинстве случаев Бог отвечал огнем в знак принятия жертвы. Что-то по типу того, как мы видим на горе Кормил, когда Илья приносит жертву, помните, он с пророком Иваалой, он говорит, давайте мы не будем возжигать жертву, мы просто принесем, сложим все и будем ждать. Чей Бог он истинный Бог, он ответит. Как ответит? Огонь сошел с неба, написано, и пожрал вот эту жертву. Тоже должно было произойти служение, Господь показывает свое одобрение, полное одобрение, Он ставит как бы печать, они чувствуют, что вау, Бог близко, мы видим Его вот прямо вот так, вот вытянутой рукой, ты уже смотришь и вот Бог действует. Вы бы хотели быть на их месте? Вы бы хотели видеть своими глазами присутствие Бога в святилище? Кстати, многие люди задают вопрос вообще, а для чего нужно было святилище? Для чего вот строить этот шатер? и в чем был смысл Его, если Бог мог тоже действовать где-то за пределами палатки? Почему Бог ограничил свое пребывание на одном месте? Это тоже очень важно в этой истории. Мы должны понять, в книге Исход есть целая масса стихов, например, 29 глава, конец, там говорится так, что он говорит, я буду жить посреди вас и буду открываться вам там. Я буду открываться. Но слово открываться, оно говорит для меня, что если ты хочешь что-то открыть, то, наверное, оно перед тем, как его открывают, в каком состоянии? Что-то закрыто, засекречено. А почему Бог закрыт был? Как это Бог так общается с людьми, что он может открыться, только спрятав себя в палатке? Как Бог открывается, прячась? И почему выходя за пределы вот этого, этой палатки начинаются какие-то проблемы? Народ как раз-таки не понимает Бога, он больше его должен понимать где? Когда он спрятан, когда его присутствие спрятано. Может, я сейчас очень быстро бегаю, но нам надо научиться мыслить, вот именно не просто привязаться к одному тексту, но видеть всю картинку. Посмотрите, как было в Новом Завете, как Бог пришел к людям? Как Бог открывался людям? В ком Он открылся более всего? Давайте работаем, включаемся. В человеке. Как, что, о чем вы имеете, о чем говорите? Во Христе, вот именно, в личности Иисуса, в Сыне. И написано, что Слово, оно стало телом и обитало среди нас. Буквально обитало это, поставил шатер посреди нас. То есть, тело Христа, это было еще одно скиднее. Это был шатер, в котором Бог спрятался. Для чего? Чтобы открываться людям. То есть, люди могли подходить к Богу и не бояться Его присутствия, прикасаться к Нему, обнимать Его, плакать с Ним, радоваться с Ним. Дети подбегали к Нему, Он брал их на колени, Он благословлял их. И, как бы, будучи спрятан в теле, Он адаптировал себя для условий, где человек может принимать что-то от Бога, он может понимать его. То же было и в шатре. То есть, получается, что в начале служения этих молодых людей начала функционировать система, которая должна была бы открыть Бога. И знаете, кто должен был бы увидеть в первую очередь, как Бог открывается? Но если Он спрятан внутри, то кто должен увидеть первым? Первосвященник. Хорошо, потому что он только сам мог зайти в то место, где было непосредственное присутствие Бога. А после первосвященника кто должен был узнать что-то о Боге? Сыновья первосвященника. Как раз-таки Надав и Авиуд. И вот эти символизмы имен и их положение показывают, что что-то происходит, когда человек приближается к Богу. Он начинает больше понимать, но что происходит еще в этот момент автоматически. Давайте мы будем ну как-то так вот чисто физически даже размышлять. Давайте я поднимусь на уровень вот этого стула. Я поднимаюсь, я как бы выше. Вот вы все сидите, а я вот встал на этот стул. Давайте упадете вы со стула и я упаду отсюда. Кому будет больнее? Почему мне? А давайте я еще выше поднимусь. Давайте я влезу вообще на какой-то вот встану на шкаф и оттуда упаду. А, например, если я еще выше поднимаюсь, еще выше поднимаюсь, еще выше поднимаюсь. Представьте себе, что я на уровне падения самолета. Что мне делать, чтобы выжить в таких условиях? В то время, когда кто-то вообще ничего не понимает, он находится на земле, он ниже земли уже не упадет, да? А мне вот падать и лететь, в момент моего прикосновения с землей со мной что произойдет? Что нужно было делать автоматически, если ты приближался к Богу? идти вместе размышлять. Мог он просто зайти, увидеть Бога и сказать, вот классно, Бог, такой сегодня день, я так вот выспался, хорошо. я помню, мое задание это видеть тебя и другим рассказывать о твоем имени. Вот Бог, я сейчас готов, рассказывай, что там у тебя там. Или как? Нет, друзья, когда он должен был прийти в присутствие Бога, он должен был исследовать свое внутреннее, то есть свои мысли, мотивы, готовность к служению. Он должен был понимать, что тот, кому он приближается, он настолько благ, как благо солнца. Солнце, оно прекрасно, оно дает жизнь, оно такое классное, яркое, теплое, но чем ближе ты подходишь к солнцу, тем вероятнее, что ты сгоришь. И для того, чтобы войти в ту чистоту, в эту святость, нужно было готовиться. Он не мог просто встать с утра и похлопать Бога, извините за такое выражение, по плечу, он не мог поговорить с ним, я не говорю, как с другом, но как с дружком, как с братишкой, он так не мог говорить с Богом. То есть он понимал, куда он идет, и он подготавливал себе. Вот представьте себе, в один момент, это восьмой день служения, что-то идет не так. И написано, что огонь, который обычно выходил и принимал жертву, принял как жертву этих двух молодых людей. Кстати, если мы бы вообще очень глубоко исследовали эту тему, то сами левиты, это целое племя Израиля, которые были отделены на служение, в момент их посвящения на них возлагали руки. И это был символизм серьезный. То есть возлагали руки только на два объекта. Первый объект, это жертва, перед тем, как ее перенести в жертву. И другой, это священник, священнослужитель. Это свидетельствовало о том, что он тоже как бы жертва, но он живая жертва для Бога. И поэтому апостол Павел, он говорит, что предоставьте ваши тела в жертву какую. То есть легче для Бога умереть, легче быть героем там пять минут и умереть для Бога, чем жить всю жизнь. Он говорит, вы должны быть таким типом жертвы, чтобы все, что вы делаете, оно было живое, и вы могли своей жизнью приводить к Богу. И вот эти две живые жертвы, когда они входят в неправильном состоянии перед лице Бога, написано, выходит огонь, и он забирает жертву, как оно и должно было быть. И сейчас я задаю себе вопрос, так что пошло не так? Вопрос в том, что эти двое молодых людей они просто принесли другой огонь, чужды, как здесь написано, чужды имеется в виду просто какой-то другой, не той, который был зажжен в скине, они, наверное, где-то там взяли там, не знаю, спичка, уголек, что-то еще другое и свой развели огонь. И просто зашли, как понимать Бога. Друзья, вот здесь момент, когда вот мы идем к развязке, но лучше было бы перед тем, как открыть все, посмотреть на нашу жизнь. Чувствуете ли вы как-то внутри, что в момент, когда вроде бы все с Богом хорошо, а вы не двигаетесь вперед? Такое впечатление, что вы застряли на каком-то этапе своей духовной жизни, и вы вообще не развиваетесь, и вы не понимаете, в чем проблема. Бывает такое, что ты ну как бы читаешь все, ходишь в церковь, там прославляешь, делаешь какие-то служения, и ты вот понимание того, что реально Бог с тобой куда-то уходит. Мы как-то пообщались, я классно пообщался с ним парнем, он сейчас еще ближе мне, моему сердцу, мы говорили о том, что в такие моменты Богу нужно возвращать нас в реальность. Мы не чувствуем Бога, мы не переживаем соприкосновения с Ним, потому что Бог отдаляется, знаете, почему Он отдаляется? Потому что если Он примет то, что мы Ему приносим, то результат будет плачевный. Бог специально отдаляется от нас, дистанциируясь, потому что в момент нашей неготовности, когда мы бы пришли как Надав и Авиуд, и Он бы отреагировал, то финальный результат был бы такой же. Получается, Бог, когда Бог сделал это с Надавом и Авиудом, Он это не сделал из мести. У Бога внутри не было чувства ненависти к этим людям. У Него не было такой мысли, что а вот вы пришли, вот сейчас я давайте там сжег их. Там было что-то совершенно другое. И это другое, знаете, в чем было? В том, что Он говорит, хорошо, я принимаю вас такими, как вы есть. И я готов встретиться с вами такими, как вы есть. Мы очень часто говорим, Боже, спасибо за то, что принимаешь меня таким, как я есть. Но этим случаем Бог показывает, что лучшее бы нам, знаете, что просить у Бога? Спасибо за то, что ты принимаешь меня таким, как я есть, и спасибо за то, что ты меня скоро сделаешь кем-то другим. Я не могу пойти за Иисусом и всю свою жизнь быть с Иисусом таким, как я есть. Вот я есть таков, принимайте меня таким. Вот я таким пришел, и вот любите меня таким. Господь говорит, слушай, я люблю тебя, ты мой сын, или ты моя дочь. Даже в таких условиях, как ты сейчас находишься, я принимаю и люблю тебя. Но я не могу сейчас раскрыться перед тобой по полной, именно поэтому ты еще младенец во Христе, именно поэтому я еще держу какую-то дистанцию, я мог бы и хотел бы больше тебя показать, но я не могу обнять тебя по полной, потому что, если бы я вышел навстречу тебе в том состоянии, в котором ты сейчас есть, то это было бы как огонь поедающий для Соломы. По сути дела, с ними произошло почти то же самое, что должно было произойти с Адамом в момент его встречи с Богом в Эдемском саду. Кстати, вся эта скиния, поисследуйте, может быть, вы потом в повторе посмотрите еще проповедь, поразмышляйте над этим. Сама скиния, она была так устроена, как будто бы это был Эдемский сад, потому что там было непосредственное присутствие Бога, там были специальные декорации, то есть ангелы, кусты, расцветающие бутоны, все остальное. То есть ты попадал туда, специальный запах, который был там, освещение. По сути дела, это перекликалось с днями творений и с идеальным миром, в котором Бог хотел жить. И так как идеальный мир ушел, и между человеком и Богом образовалась пропасть, то Бог предоставил вот это место встречи, шатер встречи. И будучи в этом типа Эдемском саду, эти двое людей погибают, потому что они не готовы к встрече с Богом. Адам, когда чувствовал, что он не готов к встрече с Богом, он убежал. Я не говорю сейчас, что он сделал правильно. То есть люди, если вы согрешили, то как, да, следствие этого что? Прячьтесь, прячьтесь, потому что если Бог придет, вот он там наделает. Я вот как раз боялся, чтобы вы не сделали таких выводов. Но смысл в том, что если, например, я падаю, я понимаю, что первое, что мне нужно, это сразу прийти к Богу, но мне нужно изменение. Мне нужно изменение. Я не могу просто прийти к Богу и сказать, Бог, я такой, принимай меня таким, каким я есть. Потому что это не покаяние. На самом деле, это не покаяние. милость Бога в том, что Он постоянно продолжает нам жизнь и дает нам благословение, но не потому, что Он, знаете, Он под всем готов подписаться, что у нас есть в жизни. Иногда Бог молчит, потому что мы не можем услышать больше. Но Он ждет, что внутри нас, прощая нас раз за разом, откроется какой-то источник, и мы скажем, Господь, а я уже больше не могу так. То есть я иду к Тебе таким, как я есть, но я устал от себя, я устал от этой жизни, я хочу чего-то святого, чистого. Это очень странно, когда к Богу приходит человек, например, два года, три, пять, десять, пятнадцать лет, и ничего у него в жизни не происходит. Как он общался с Богом, так общается. Ты такой смотришь вообще, ну, сложно иногда бывает, ты приходишь в общину, и ты не можешь найти там, вот где человек, который только пришел к Богу, и человек, который уже много лет провел с Богом. Если ты не улавливаешь разницу между одним и другим, это значит, что кто-то не развивается, кто-то чувствует, что его постоянно хороший папа примет, и никогда ни за что не скажет, что, слушай, мне не нравится. И вот есть у человека такая реакция, однажды через пророка Бог сказал, он говорит, я молчал, и ты подумал, что я такой уже, как ты. Когда я молчу, тебе кажется, что я одобряю, потому что я просто молчу, но если бы я вышел навстречу тебе, то какой был бы итог? Поэтому человек, который движется к Богу, он не должен быть движим чувством страха или уничтожения, но он должен понимать, что в конце концов, когда во грехе человек соприкасается с Богом, это никогда добром не заканчивается. О чем тогда мы должны размышлять, о чем молиться? О том, друзья, чтобы в момент нашей встречи с Богом мы были теми, кто, чей ум соответствует желаниям Бога. Я тем хочу закончить, сейчас мы будем подходить к концу. наш ум может быть умом по желанию Бога. Есть какой-то определенный образ мыслей. Это не означает, что мы должны быть идеальными. Мы с вами на этой земле до момента пришествия Иисуса мы никогда не будем полностью идеальны. У нас не будет такого состояния, что мы можем сказать, вот сейчас у меня нет греха, и я могу встретить Иисуса без всяких сомнений, без борьбы, без страха. Но при всем этом у нас может быть, и Господь сегодня предлагает нам новый тип мышления. Он говорит, посмотри на грех, насколько он отвратителен. То есть почувствуй, что есть вещи, которые я вообще не могу принимать. Есть вещи, которые тебе откроются со временем, и ты поймешь, что это не угодно Богу, и ты захочешь не с чувства страха, а с желания быть ближе к Богу, ты скажешь, Господь, а могу я еще вот это оставить, а ты можешь на место вот этого что-то дать мне свое. Со временем твои мысли начинают вращаться вокруг вещей, которые раньше для тебя были вообще странными, далекими. И происходит то, о чем Эллен Уайт говорит в своей книге «Желания веков». Она говорит, что настает момент, когда человек, его мысли настолько уподобляются мыслям Бога и воли Божьей, что делая Божью волю, он делает не что иное, как свои желания. Давайте еще раз повторю вот эту фразу. Делая волю Божью, он исполняет свои желания, свои желания. То есть с утра ты встал, ты поднимаешься, и у тебя желание сделать то-то и то-то, а это автоматически уже Божья воля. И ты идешь и делаешь, и Бог сразу благословляет. Ты идешь на общение, и ты делаешь по воле Божьей. Ты идешь делать бизнес, и ты делаешь по воле Божьей. Ты не напрягаешься, ты не живешь в страхе, но ты постоянно прогрессируешь. Если вы себя поймали на мысли, что вот вот эта стагнация, как вы застряли, и что-то в вашей жизни вообще непонятное происходит с Богом, давайте от сегодня молиться. Возможно, Бог видит мою неготовность идти дальше. Возможно, я был бы в очень сложных обстоятельствах, если бы Бог вышел мне навстречу и ответил мне объятием, так как Он ответил вот этим двум людям. Даже, кстати, современный перевод Кулакова, он говорит, что объял их огонь от Господа, и они умерли. Не сжег, там есть слово, которое в оригинале, оно звучит как пожер или съел, но перед тем Он обнял их. Я не вижу мести в этой истории, я вижу объятие Бога, человека, который не подготовился. И самое-самое последнее, с чем мы отсюда уйдем, так что помешало им приготовиться? Что было камнем преткновения на пути? Может быть, слишком расслабились, просто уже привыкли, на восьмой день уже привыкли и так зашли, просто так себе, в развалочку. Но на самом деле конец этой истории Он четко все объясняет. Аарон молчит, он убит горем. Он не может оплакивать своих детей, потому что таким образом он показал бы, что Господь несправедлив. И вот когда Аарон молчит, Господь говорит ему, Аарон, я попрошу одну вещь, никогда этого больше не делайте. Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобой, когда входите в скиднюю собрание. Вау! Что-то новенькое. Многие люди этого не замечают, что эти люди погибли из-за того, что их состояние ума было измененным. То есть перед тем, как войти туда, они ослабили свои умственные силы чем? Алкоголем. Представляете себе? Они вошли туда, и самое интересное, что потом уже было видно, что это не просто произошел какой-то, знаете, там, несчастный случай, потому что иногда люди в алкогольном опьянении, они могут там, например, курить в постели, да, и потом сгорел, вот произошло, как-то случилось. Но Бог специально так сделал все, написано, и вынесли их за одежды их. Вы себе представляете это? Как это? Вынесли за одежды. Если человек горел, и он сгорел, то, наверное, что одежда на нем сгорела или нет? Тоже должна была бы сгореть, но написано, что Господь обнял их так, что они сгорели, а одежды их нет. И они вынесли их за их одежды. Почему? Потому что их ум был ослаблен алкоголем. Мы сейчас не будем в тему алкоголя идти, потому что там много чего можно тоже поисследовать. Вы знаете, что мы проповедуем на основании Библии. Но есть много вещей, это ключик к этой проповеди сегодня. Не готовиться это значит иметь много трещин, то есть плохих привычек, которые ослабляют наши умственные усилия, возможность вообще воспринимать Бога. Бог бы очень хотел, чтобы мы всегда были готовы. Но если мы что-то делаем, и мы знаем, что мы делаем неправильно, но мы продолжаем это делать, то тогда наше восприятие Бога очень искажается. Господь предлагает совершенно другой путь. Сегодня, наверное, кто-то внутри себя понял, да, может быть, святость Бога, она может пугать. Святость Бога, она может пугать. Но это тогда, когда ты не жаждешь этой святости. А когда в своей жизни ты говоришь, как я могу сохранить себя в чистоте? Как мне так приближаться к тебе, чтобы не бояться падений? Как мне не быть тем человеком, который говорит, вот я не хочу одновременно и проблем в своей жизни, поэтому я буду таким среднестатистическим христианином? Когда ты горишь, и ты говоришь, Господь, что есть в моей жизни? То, что убивает восприятие Тебя? Может быть, те вещи, которые я кушаю? Или то, что я смотрю? Или то, что я привык о чем общаться? Я должен как-то что-то с этим делать? Прояви себя в моей жизни. Убери то, что лишнее. Чтобы, когда придет время, мне встретиться с Тобой не было ничего из того, чтобы Твое объятие не было для меня смертельным объятием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!